16 серия Москва-Иркутск. Старт в Кемерово. Нужно будет посмотреть немножко город, проезд через Кузнецкий мост. По Крымскому мосту. Далее по улицам города. В этой серии мало битых файлов, поэтому в основном текст буду привязывать к картинке. Временами пропадает аудио дорожка. Там буду использовать композиции из медиатеки Ютуба. Что к этому времени поступило в сообщениях? Путник 81. Внесу ясность. Сегодня нахожусь на Байкале. Не мог я проехать без остановки. Погода наладилась. Решил задержаться. По моим подсчетам он должен быть где-то уже в середине России. Но... Странно вообще. Народ ждет видео. Он прохлаждается на Байкале. Вообще совесть потерял. Так... Ладно дальше. В дороге только пятый день. Это пишет путник. А вот далее. Решил отметить новолетие на Байкале. Ну... Тут уже другое дело. Все вопросы снимаются. Это святое. Отметить такое событие на Байкале. Я только приветствую. Кстати... По... Ни по одному каналу телевизора никто словом не обмолвился о таком вот событии, как наступление нового лета 7527-го. Ни одного слова нигде. Про китайский Новый год. Там я не знаю. Восточный, южный, северный, западный. Обо всех. Трындят. А вот о таком событии ни слова. Мягко говоря, это... Странно. Хотя чему удивляться. Вот сейчас послушайте. Я думаю, вы по голосу узнаете, кто это говорит. Я такую вещь даже комментировать не буду. Так. Алло. Социальные проблемы. Да, привет. Какой раз будет? Это у вас? Сколько? 5 утра? Каким образом? Русская православная церковь подволжает свою позицию к аукулинарной Северной? Православная церковь в своей истории, в своем предании имеет замечательные имена. это имена Святых Равнопостных Кирилла и Мефотия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефотия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары. Варвары, люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужики, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык. Я больше эту ахинею слушать. Глубоко живет в нашей церкви, что для нас все народы. Вот так вот ни больше, ни меньше, ни отнять, ни прибавить. Вы можете это найти в Ютубе, забить в поисковик. Славяне люди второго сорта. Там достаточно такого. По мере продвижения видео я буду периодически обращаться к этой теме. Сейчас пока выезжаем из Кемерово до пригорода Кемерово. С левой стороны населенный пункт Крутой, чуть дальше слева Боровой. С правой стороны поселок Шахты Северная. С правой стороны далеко лесная поляна, Андреевка, Петровка. Двигаемся по преграду Кемерово. Так вот, ложь и обман уже у этих граждан дошла до такой степени, до такого уровня. И ожидаемый естественный результат, то, что этот раздрай, который идет сейчас, вы, наверное, об этом знаете. Смотрите телевизор, не могут поделить приход, храмы, церкви. Но смотреть на это не то, чтобы неприятно, отвратительно. Память и вера в славянских богов у славян внутри, на душе, в крови. В конце концов, генная память. От нее никуда не денешься. Тысячелетия прошли, а люди помнят, любят и почитают своих богов. Я, к примеру, отправляюсь в дальнюю поездку, выходя на большую дорогу, всегда брал с собой оберег и обращался мысленно к славянским богам. Сварог, купала. Кстати, купала, мой покровитель. У нее чертог коня. Чертог в переводе на современный язык это созвездие. Так, продолжаем движение. С правой стороны Петровский, населенный пункт. Еще дальше Промышленовский. Слева Лапичева, Кедровка. Кедровка. Ну и километров через 10-9 с левой стороны Кедровский угольный разрез. С правой стороны лесопосадки. Может, к этому хотели гранату мира, но здесь он не проводился. уже. Хотя вон в Волгограде построили стадион, дороги сделали, но дороги сделали не везде. Я вот на прошлой неделе в субботу вернулся из Волгограда. В центральном районе да, сделали все хорошо, ровные дороги, все нормально. за пределами центра как были убитые самые, одни из самых худших дорог в России. Город-герой. Короче, ничего не сделали. И рядом со стадионом то, что делали на этом дорогу. Были ливни на этой неделе уже. Понедельник, вторник. Размыло дорогу прям, видно, таких провалов. Дорога просто провалилась. Прямо рядом со стадионом 500 метров до стадиона. С левой стороны походу поселок шахты Южная. Будет поворот. Еще дальше поселок шахты Бризовская. Далеко с левой стороны Черниговский разрез. Формациент. Таблетки, например, ездят на автомобилях. Они фармацевты, они торговые представители. Они там продают таблетки. Или там, я не знаю, Филипп Моррис, допустим, да, там табачники. Они продают сигареты. Они не обязаны разбираться в автомобиле. И они хотят, чтобы по одному звонку у него что-то случилось. Не важно, там застучало, проблема в дороге, еще что-то. Он в любое время мог. У него был номер телефона, куда он может позвонить и быть уверенным, что его проблему решат. С правой стороны за деревьями безымянное озеро. Движение вполне комфортное. Полотно дороги очень хорошее. Разметка. так. все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Путник написал, что в движении только пятый день, еще, наверное, дней 10 до Ростова ему шагать. В первые два дня ехал в дожде. Стемнело очень рано. В 9.30 было уже темно. В 10.00 прям совсем 100% темно было. Вчера стемнело где-то в 11.00, наверное, в начале 12.00 по всей работе. Да, чуть-чуть уставать-то, господи, ты едешь и едешь. Ну, да. Да, но постоянно этим заниматься не буду. Не нужно в Москве работать. Да, кладби едем. Нет, если будет какая-нибудь поездочка во Владивосток, я вот скатаюсь ради интереса, чтобы посмотреть всю страну целиком. Не с целью заработка, а с целью интереса. Трасса Р-255, Иртыш. Движение в сторону Красноярска. Да, в Багадан навряд ли когда-нибудь что-нибудь будет. Там нету жизни. Путник прислал ссылку на видео от Владивостока до Артёма. Замечательное видео, ностальгия. Ну... Трасса Р-255, Иртыш. Движение в сторону Красноярска. Не знаю. На чём ты ехал, не помнишь? Ага. Я приобрёл оборудование для приготовления в домашних условиях незамерзайки. Ну, дай Бог, скоро буду тестировать. Я не думаю, что это... что там дорого будет стоять до аэропорта такси. Возьму такси до... что загадывать, рано ещё? Надо доехать ещё. Надо доехать ещё. Это правильно. Самая дальняя точка. А то и просто сельдянка. Угу. Угу. Здорово, вот. Угу. Блин, машина слабенькая, ей очень тяжело дается, да, тут может быть даже дело не в мешке, а в коробке, коробка, этот робот, не автомат, а робот, и тяжеловато ей дается и подъемы, и обгоны, ускорение, Тихо видишь, дедушка работает, смотрит картинку, видишь, кто это работает, смотрит картинку, видишь, кто это работает? Кто это едет? Я не знаю. А как думаешь? Наверно, ты? Нет. А чего-то никто не говорит и молчит, чего-то кто-то. Слышишь, что-то. Ты сейчас лежишь в магазине, и тебя сидеть, ну на час. Мама, там всё живёт. Не, 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 не так, чего-то туда там ездит. Да, не в полном. Не, сам меня уже знаешь, да, будильник я не знаю как-то, организм выработал, за 15 минут до будильника просыпаюсь, не важно во сколько лёг, я лёг до часа в 3 наверное, да, под утро закончилось, я когда увидел, ну ночью проснулся посмотреть, 16 часов показывала, нет, только не это, ну чтобы не потерять видео, 16 часов перекачиваться, ну да, да, ну мне показалось, что немножко быстрее, на карте привязаться пока не к чему, ничего нет, ни слева, ни справа, на большом расстоянии. А мои родители купят киндера. Ну хорошо, а ты со мной поделишься? Ну только по кусочку. Хорошо, кто это говорит? Потому что вот смотри, я лёг в 3, кто поставил, допустим, в 2 на этот, наверное, на скачку, да, в 2 поставил, на сколько, в 7 уже всё готово было, 5 часов, 5 часов 2 карты. Ну, может быть, даже и раньше было готово, я не знаю, потому что я спал, я не знаю, возможно закончилось. Нет, не проезжал. Ну да, я слышу, сейчас подожди, пожалуйста. Так, ну это я с ним по телефону разговариваю. Разговаривал. Так вот здесь можно 140 ехать. Можно, да? Так стоим? А? Так стоим. Не... Я просто видел, как местные здесь, ну, в Афгане в прошлый раз ехали. Возможно, что это надо, какое лучшее дело. Блин, она, на мой взгляд, наедет по полезу прям, ничто не держит так дорогу, как BMW. Она прям вот вцепилась в дорогу, её фиг занесёт. Я не знаю, если... Да. 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 Смей предположить, что путник 81 где-то здесь может находиться в данный момент. Третья, она осторожничала, аккуратно едет. Мне кажется, её вот вход-вот и начнёт как-то... Только двигается в обратную сторону. Смотрю, какая-то такая. Вход. Угу. 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 Убезн. Угу. 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 Я заюю Супербайзер на 610 куп 하면서 представить Mother's examiner. С правой стороны Новый Свет, впереди километров через 15, Красный Яр, населённый пункт. Не Красноярска, Красный Яр, трасса Р-255, Иртыш, движение в сторону Красноярска, будет левый поворот километров через 10, населённый пункт Троицкая, дорога 39К-49. Впереди мобильный пост ТПС, ограничение 80. И моменты топлива, так выливается, прям, я вижу, как, знаешь, выход в них пропихает, капает. Ну, что-то ни по делам, ни по работе, поэтому почувствуется, может, на байкалку, это то, что есть, как бы, возможность сменить платы. Просто уехать, да, ничего. Есть. За границей нет? Хотелось бы. Возможности нет. Сейчас, по полу страны нет возможности, и по полу. Большинство. В основном, очень хочется. С семьёй. А года 4, наверное, мы же вообще никуда не вылетали. Не вылетали. Шум дороги вообще разговора не слышал. Замоку договориться, да, и с ездим пару разманах, и с ездим. Вот ещё интересного, кстати, тоже. Погодный мир заговорили. Супур вспомнил. На Бали ездили. Кстати. Не вспомню, как зовут. Ну, короче, если услышу, что кто-то собирается на Бали, посоветую мне брать экскурсии, которые тебе там втваривают. Всё то же самое, как в Египте. Есть, когда тебе там туроператор что-то предлагает, а есть, когда к тебе подходят там местные эти... Разговорчиво, это мой некогда вставить слово. Да, вот то же самое на Бали. Есть там, я не помню сейчас, как зовут человека, я смогу объяснить, как его найти. Но не помню, как зовут, где-то даже контакты его записывали. Вот. Он нам устроил там тоже такую хорошую... Организовал машину, ездил с нами, рассказывал всё нам. Ну, неплохо говорит по-русски. И рассказывал нам всё, ну, всё, где ездили, какие у нас вопросы были. Я на всё отвечал, и всё гораздо дешевле, чем через туроператора. Только туроператор, а не местные, потому что, в северном, в северном, в северном, в северном. Вот. Включите помидоры, провиняйте раз, в северном. В 13-ти? Да. Да. Пройти полный курс включения. Здесь наряда. Ага. С любезными, как у нас есть. Ну, это пока не дает, но это так. Может быть, где-то в планах. А на Бали попробовали следующее. Не каким-то образом, ну, я не знаю, как. Короче, под водой плиты в виде ступеней. То есть, ты всё ниже, 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 ниже спускаешься. А к плитам приварены металлические поручни. И одеваешь шлем. Вот как в этом... Так. Сейчас вспомню хоть один какой-то. Наутилус-пампилус. Как он, как это называется? Нема. Да. Вот в поисках нема. Представляешь, вот этот вот железный, железный шлем у него был. С таким этим, вот, одеваешь такой шлем. От него идёт трубка на поверхности. И ты... Старые скафандры. Да-да. Идёшь по этим ступеньям, спускаешься ниже, ниже. За перила держишься, но так, на всякий случай, чтобы не упасть. И в руке, вот, перед попружением, пакет с хлебом, с хлотами. Спускаешься, рыбок корнишь, они прям подплывают, тебе с руки едят. И встретили там эту, как раз вот, рыбку Нема. Она в этих же растёт, как вы называете. Да, рыбка. Да, 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 да. Вот, его там посмотрели, полюбовались. У меня камера была, эта, водонепроницаемая. Я, бля, всё, всё на камеру снимал. Типа был в дом. Так. Это не у нас здесь? Не, не, не. Я вообще просто вспомнилась. Вот их, по-моему, всех этими, краболовками, вот, да. Пусть будет там 20% российских, а остальные иностранные все. И Америка, Европа, Азия, иностранные все. Справа за деревьями, походу, Николаевка, населённый пункт. Не только информационные языки, техника. У них же тоже есть эти автопарки. Вот, Живи, Самсунг, там, Айпл. Вот, все. Корпоративный, корпоративный автопарк. Вот, если на Москву посмотреть, на Москву равняться, да? В Москве сколько? Население около 14 миллионов, по-моему. Статистика 16. Ну, да, я этот, ну, особо там за этим не слежу. Это, это ещё официальные. А сколько там нелегалов, что... Я знаю, это... Там, этот товарищ напрямую с завода является эксклюзивным дистрибьютором. По-моему, в принципе, в общем, на Россию сейчас. А чего именно? А, начинал с Айлона. А сейчас уже все марки включают в себя. И наши российские производители, и европейские. А какая-то, ну, сеть какая-то, какую-то, относится? Да. Ну, отличная сеть есть. А как-то как? А как называют, называется? Да, из Айлона, где-то, в Сибири. Да, четыре колеса. Ага. Называется, да, четыре колеса. Да. Потому что есть пятое колесо. Ну, наверное. Да, пользуются контейнерами, то есть контейнер по сезону. Угу. Ну, могут быть и неплохие для регионального чемпионата. А по-моему, сейчас в дальнейшем здесь становится. А по-моему, есть людей, приезжают людей, штат, чтобы обслужить. Штат. Один человек. Один человек. Я четыре с половиной тысячи машин обслуживал. Хоть я до этого сказал, что на этот, на обслуживание корпоративного автопарта, там, тысячу машин нужно четыре человека. Я один занимался четырьмя с половиной тысячами. Да, это так. Трудоспособность у него потрясающая. Из этого, это застанавливает, без пробок. То есть погода сегодня не дает. Смотрим, как мы шли посмотрим. Как такие дождики. Шестьдесят, сот, кто-то-то, до сорока трассу. А многие машины вообще просто на этом, на обочине устанавливались, пережидали, не могли ехать в такой линии. И вот как с Нижегородской области началось. Так я всю ночь в Казани провел под дождем. Потом следующий день до Челябинска. Далеко впереди, с левой стороны Усманка. Населенный пункт километром через пятнадцать. О нет, километром через семь-восемь. Ну, что такие четыре дня, может быть, здесь. Например, смотаться в Красноярске. Да. А вы вообще что там посмотрите? Чем занимаетесь? Я что там? Творчество. Ну, творчество какое? Что там рисуете, поете? Фотография. Фотография? Ну, у меня. Милки. Бизнес. Тоже, от того я получаю такой, скажу так, уже дистанцируюсь. Бизнес-процессы обваживаю. Ага. Это хорошо. Это самое лучшее наладить работу. Было я. Свободно. Сеть. Магазин по продаже бытовой техники. Страильный. Ну, две продажи доедут. Магазин по продаже бытовой техники. Что нравится. Это счастье. Нет возможности. Отстоятельства дали. Все старые. Газпром. Нефть. Какой шутфотище. Собирай. Солнышки. Страх моих такой. Вообще, наверное, радуга. Как в фотошопе. Немножко темноты прибавили. Яркость. Да. Все ярко становится. Газпром. Нефть. Скорей. Такой фильтр. Такой фильтр. Это про технику. Да, с партнерами Сошлись А мы убрали, да? Сейчас протирать Убрать протирать И получилось, что Волей-неволей приходится разбираться В миланкости, в законодательстве Во всем во всем подряд Полезная вещь Полезная вещь Да, а когда начинали Возможности не было Ни инвесторов привлечь Ни собственных средств Приходилось экономить на все И изучать самим все И у меня С лучшим партнером По образованию Я сам буду обслуживать Наши 5 тем Ну и так, сделал так, что Для себя все включить, да? Да Я проходил именно это же Ну и остался спустя 7 лет без ничего Вот такая же сейчас дела Хотя должен был Иметь равные условия Но Мне на тот момент было всего лишь 20 лет Я только-только Ну вернулся из армии Два года поработал где-то И В 20 лет Меня переманили Пообещав Но в итоге не сделав Ну Ну Здесь мы разошлись Да 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 Так оно и было, к сожалению Не Ломик возьму Лед разобьем Этот Замой там был Да Не до боли было Потому что Там Замой там Замой там Замой там Сейчас Хожу за ламиком Лед разобью Искупаюсь Остров Полифон Считается Туристический Зон На всех Практики Ездят Люди Ну Туристический Мы Начали Здесь Это Казантику Считается Т Были И Туристический Втré Замой и Н берег И Казантику По-моему Для 很有 Вrun Не, а почему застевать казак? Тестиваль же назвали в честь МНСА 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 называется МНСА Но там отличаются Еще, где там Находив саму казак, застевают Но сколько? Уже Блин, шесть не упал будет Тестиваль 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 Субтитры делал DimaTorzok Впереди Мариинск Субтитры делал DimaTorzok Да нет, как такового графика нету, но тут просто уже желание клиента, пожалуйста, побыстрее. Ну так тоже не очень просто, если по пути, просто на компанийской машине нельзя кататься по личным делам. Мариинск пригорода. Двигается через город, не по объездной. Славный город Мариинск. Не помню, будет в этой серии Ачинск или нет. Хорошо, достойте. Это достопримечательность. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 40. Водки. Заливает туда. Поболтал и пошел. Соцедала. Третья. Третья. Стоит. Третья. 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 Я вон через 87 км прошел. С левой стороны железнодорожная ветка, за железнодорожной веткой улица Пальчикова, правый поворот, Мариинск, улица Ленина, который переходит в Рабочую улицу. Мариинск, улица Ленина, который переходит в Рабочую улицу. Мариинску, река Кия, если не ошибаюсь, это была, как бы сейчас сказать, гражданская жена фараона Эхнатона. Она по красоте превосходила Нефертити, но официальной женой Эхнатона была Кия, если не ошибаюсь от имени. Вроде бы так. Вот город с правой стороны, с левой стороны вплотную проходит железнодорожная ветка, по столбам нужно сориентироваться. Дороги в городе не очень. Буду ждать встречи с Ачинском. Ачинский длиноземный комбинат, который был продан во Вернина и Ельцина за бесценок, по-моему за 200 тысяч долларов. Экология в Ачинске, адская, ужас. Выкачивают из Ачинска все соки. Очень низкий возрастной ценз работающих. Рано люди умирают. Очень рано. Ну ладно, это уже ближе к Ачинску. Файл заблокирован. О, трясет как. Так. Р-255, трасса Сибирь. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Мариинск остался сзади. С правой стороны походу. С левой стороны далеко река Ута. Позади остался Ачинск, этот Мариинск. С левой стороны почти вплотную проходит железнодорожная ветка. Двигаемся по трассе Р-255 Сибирь. С правой стороны строится обводная дорога Мариинска. Написано стройка обхода Мариинска. Далеко слева, примерно в 5 километрах, населенный пункт Реметкино. С правой стороны поворот. Первомайский населенный пункт. Поселок, наверное. нарушенная. И вот где-то в этом месте будет обход Мариинска выходить на федеральную трассу. Продолжение следует... Продолжение следует... По всей вероятности, одноимённое название железнодорожной станции. Напомню, с левой стороны на разном расстоянии, на разном удалении проходит железнодорожная ветка. Но впереди будет переезд через железную дорогу. И железнодорога потянется уже с правой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то молчат в салоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди... Ну как впереди... Далеко ещё до Красноярска... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далеко впереди, километров 30, наверное, Тяжинский населённый пункт. Тяжинский. Совершенно не к чему привязаться, километров через 18, с правой стороны посёлок Тяжинский. Движение по трассе Р-255, направление в сторону Боготола, Авчинска, Красноярска. Телефонные нормальные вообще, а вот интернет непокойный. Тяжинский. 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 СОЖ Алло, можно? Слушай, а можешь посмотреть в интернете СОЖ Он находится до Ачинска или после Ачинска Он, по-моему, где-то километров за 100 Да, всего в 40 Я думал, где-то километров 150 от Красноярска Попробуй в интернете, пожалуйста посмотреть здесь А то у меня интернет здесь не ловит Я не могу посмотреть По-моему, я разговариваю по телефону с ним Да, хорошо, давай år ologique ... Готовь 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 Говорила не к самому, но после того, как там У него не еле в городе В городе А где, когда это прошло? Не знаю Я не знаю, она обещала скинуться от вас Откуда А, после этого все-все, понял На такси, наверно? Не знаю, может она там в городу подкидет Хотя, если она в городу будет подкидывать машины аэропорта может быть Но я буду смотреть по местам Если у меня до самолета Там у меня этот самолет просто стоит От 9500 Ровно от 9500 рублей До 30000 рублей Естественно, я буду выбирать дешевле А, если у меня до самолета будет там часов 10-12 Я хочу не делать в этом аэропорту Я лучше бы пошел по городу Там прикольно, я его снимаю Спасибо за субтитры! Эхо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Боготолк! 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 Да, добрый день! Да, да, да! Да, да, да! Скажите, пожалуйста, вам до Иркутска или до Тулона нужно? А, до Иркутска, да? Это, это Ольга, да? Алло! Да, мне просто, да, мне просто три Ольги писали. Одной, до Тулона нужно было. Вы знаете, поездка на самом деле есть. Но я еду из Кемерово. И я не уверен, что я осилю дорогу одним марш-полском. То есть я где-нибудь посередине между Красноярском и Иркутском. Наверное, остановлю, конечно. Ну, давай. Ну, вот, за... Можешь часика... Три... Это вот, не знаю, как... Смотрите, я, наверное, остановлюсь, как стемнеет. И продолжу движение, как рассветет. Вот сколько? Часа три-четыре. А... Ночь будет. Вот три-четыре часа, не дохну. А... Сразу же, как вернусь дальше. Вот, если ехать до Иркутска, без остановки. А... Мне показывало, что я часов в семь утра помогу уже тут приехать. Но плюс четыре часа, часов в двенадцатом часу, наверное. С правой стороны, по ходу движения, извилистое русло реки Чулун. Можете меня спинуть со мной скрин? Где... Где забрать? Ну, на самом деле, где... Я просто корот не знаю. Удобнее. Либо где-нибудь в центре, наверное. Либо, ну, на какой-нибудь дороге, которая ведет уже в сторону Иркутска. Вот, ну, заканчивается шестнадцатое светлое. А... Ну, да, да. А... Всё, я понял, это с другого номера, да? Ага, всё, 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 понял, хорошо. Я тогда чуть позже отвечу вам. Ага, хорошо. С правой стороны, примерно в трёх-четырёх километрах, населённый пункт Владимировка. Впереди Ачинск. Километров, наверное, двадцать пять-тридцать. Прям на границе Ачинска-Сирия. Закончится. История. Опять. Кирош, насколько же можно? Мы же с тобой разговаривали уже. Кирилл, подожди, подожди, мне нужно конечный подъем. Ты, конечно, еще не понимаешь, что это такое. Алло. Алло, алло. Кирилл, повтори, что ты говорил. Алло. Алло, Кирилл, ты меня слышишь? Разборки с сыном. Я сейчас подъезжаю к Ачинску. Чего вы? Что? Да. Кирилл, это очень далеко. Это 4000 километров. Да. Кирилл, ты вчера в лодке плавал? А ты самый? Конечно. Конечно. Я приеду. И да. Да, малыш. Я приеду в Москву. Мы с тобой возьмем лодку. Спустим ее на Москву. Возьмем весла и пупылил. А еще удочки. Дедушка тоже возьмем, если лодка выдержит. Увидимся. Увидимся. Горица. Увидимся. Увидимся. настроение вообще то есть дедушка играли в капитана и матроса ты что там палубу драил? с левой стороны железнодорожная ветка а Кирилл был капитан, значит дедушка палубу драил с правой стороны река Чулын а теперь наоборот Валентин служил в морфлоте уволен в запас в должности глав старшины Золотой ягод Золотой ягод Некрутой там еще в армии не было уже дедушка формы оденок ну конечно помню но это же недавно было мы неделю назад с тобой еще в посыле клапана да 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 мы уже все правильно но алло пап ну мне сейчас это не очень удобно ходить если по навигатору нужно ехать да да хорошо созвонимся пока пока малыш я тебе попозже позвоню на этом заканчиваю комментировать до следующей серии я я надеюсь все все я мы вы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok